И все-таки он это сделал, Илон Маск в смысле отправил в космос первые несколько спутников тестовой связи, которые, как я уже рассказывал, должны в обозримом будущем покрыть планету бесплатным Wi-Fi, пока правда эта радость свалится лишь на голову американцев. До нас тоже когда-нибудь очередь дойдет, а может и не дойдет, поскольку в высоких кабинетах уже начали поговаривать о неких глушилках. А с другой стороны правильно, ибо нечего нашего гражданина неконтролируемым доступом в сеть развращать. У нас закон яровой, потому что и туда столько денег вбухано. А еще, не дай бог, россияне узнают, что на самом деле в мире творится плохая идея. Начинаем. Теперь о российских достижениях. Министерство международного вранья и бреда опять оскандалилось. Ну, контора Лавровская в Аргентине в школе на территории посольства России нашли 400 килограммов наркотиков, 12 чемоданов общей сложности, которые под видом диппочты собирались отправить в великую и могучую. Шум поднялся на всю планету. Ясное дело, это вам ни ящик незадекларированного вина попытаться вывести почти полтонны наркотиков на минуточку и обнаружили их не в камере хранения на вокзале. В общем, в нас очередной раз начали тыкать пальцем все, кому не лень. Вот Лаврову бы про это подумать, а то он все про Украину, да про Украину, что Украина не керована, а у него там под носом тоннами кокс спакуют. Вот, может, он вдоль там. Но настоящая укатайка началась, когда российская сторона предприняла попытку отмазаться. Пару дней в ведомстве Лаврова молчали, видимо, с мыслями собирались, и вот, наконец, на сцене появляется тяжелая артиллерия МИДа, непробиваемая Мария Захарова, этакая тетя Валя современности, и заводит свою шарманку из разряда в некотором царстве, в некотором государстве. Дальше цитата. Удивлены, как эта тема освещается разного рода экспертами в кавычках? Кое-кто из них договорился до того, что данный случай бросает тень на наше ДИП-представительство. Да нет, конечно, не бросает. 12 чемоданов наркотиков в посольстве нашли, подумаешь, это вообще нормальная практика, а не посольство. Для того ведь и существует, чтобы туда кокаин центнерами свозили. По горячим следам, кстати, нашли преступников. Главарем банды оказался какой-то там бывший работник технического отдела дипмиссии, хорошо, хоть не уборщица, ну и еще какие-то такие же, что-то типа случайных прохожих, ляпота. Слушайте, ребята, ну ладно, они нас дураками считают, поэтому втирают нам любую ахинею, но тут-то ведь на весь мир такую дичь прогнали. Это реальная журналистика. Сегодня о «я русский» бы выучил только за то, ну вот хотя бы за то, что Захарова им разговаривает. Поехали! А внутри России между тем все по-прежнему. По-прежнему работает программа поддержки и социальной защиты населения. Интересы граждан ставятся во главу угла. Ну вот пример, пожалуйста. В Москве собрались построить платную скоростную трассу до аэропорта Домодедова. Дело нужное, согласен. А теперь к мелочам. Протяженность той трассы составит 7 километров, и обойдется она налогоплательщикам всего в 13 миллиардов рублей. Согласитесь, недорого совсем. В соцсетях, к слову, уже посчитали, сколько будет стоить погонный метр той дороги. Чего-то около 2 миллионов. Если же пересчитать все это дело в миллиметры, 1857 рублей за миллиметр получается. Это пятая часть прожиточного минимума среднестатистического россиянина, причем платной дороги, это повторюсь, которая, скорее всего, частной в итоге станет. Ай, молодцы какие! Ну, гордитесь, ребята, гордитесь, аплодируйте этим прекрасным людям, слугам нашим. Просто денег нет. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. А теперь приглашаю вас в Пензу, где очередной простой россиянин не просто держится, как завещал премьер Димон, но и удивляет при этом общественность. Видео, которое я сейчас покажу, буквально взорвало на прошлой неделе все пензенские соцсети, но уже через два дня после публикации было скоропостижно удалено отовсюду, ну или почти отовсюду. Нашлись добрые люди, которые сохранили данное кино у себя на странице и опубликовали его снова. Внимание на экран, ребята, вы должны это увидеть. На этих кадрах запечатлен житель Пенза, а конкретно одно из хрущевок на улице Докучаева, инвалид-колясочник Юрий Моисеев, который придумал всю эту абракадабру с таким вот нестандартным, мягко сказать, подъемным механизмом, просто для того, чтобы у него была возможность хоть как-то выходить из дома. В доме нет лифта, в доме нет пандуса, а человек живет один, и вот что ему делать? Кстати, инвалида-изобретателя знают все районные чиновники, представители всех районных соцслужб в гости к нему периодически наведываются, спрашивают, чем вам помочь Юрий Иванович, потом уходят, и Юрий Иванович снова остается со своими проблемами один на один. И вот однажды придумал человек для себя такой замечательный выход, кто-то из соседей все это дело увидел, запечатлел, и стал Юрий Моисеев звездой в одночасье, а заодно общественность сколыхнул. Но чинуши, они же не дремлют в экстренных ситуациях, и разумеется, тут же пришли на помощь, как Чип и Дейл, только губу особо не раскатывайте, ничего полезного в этом случае слуги народа не сделали. Они просто, повторюсь, дали отмашку пиарщикам удалить компромат из общего доступа, ну да мы их расстроим. Есть же еще такие сволочи, как я, которые публиковали, публикуют и будут публиковать подобное еще раз на бис. К слову, у меня есть рецепт выхода из этой неприятной ситуации, а что мешает построить один, два, три, четыре, пять многоквартирных домов, ну сколько там колясочников, той пензе, думаю не так уж и много, оснастить эти дома нормальными пандусами, нормальными лифтами, специально обученных соцработников к тем домам прикрепить и переселить туда инвалидов, что мешает это сделать. Инфраструктуру удобную для людей создать, чтобы люди не мучились, ведь чинуши тут же выдохнут, у них геморроев меньше останется. Неужели это так дорого? Да уверен, дешевле, чем построить 7-километровую никому не нужную платную трассу в аэропорт Домодедово. А если вспомнить еще и дурацкую программу реновации в Москве, в которую триллионы врюхиваются, по которой миллион человек отселять собираются, в ряде случаев помимо воли людей, по которой в том числе и вполне себе приличные дома сносить собираются и сносят. Когда мне было там 20 с небольшим, мне казалось, что это просто супер, удивительное жилье, но когда я приехал туда лет через 15... Вы поняли, что сон был все-таки страшным? Нет, ну не то, что страшным, но это уже как-то так смотрелось смотрелось совсем по-другому. Дело в том, что техническое состояние этих домов действительно такое предаварийное. У большинства из них кто-то говорит, у нас замечательный дом. Замечательный дом, где замечательный дом, ну и пожалуйста, живите, никто и трогать не будет. Ой, правда, Сергей Семенович, а народ вот по-другому говорит. Москвичи уверены, идея расселения хрущевок имеет место быть, но зачем сносить здания, в которых только-только проведен капитальный ремонт? Пускай Собянин выделит средства просто на эту программу, и те люди, которые реально живут в пятиэтажках, 4 метра кухней, 10 метров комната и совместный узел сантехнический 2 метра, вот к ним пускай обращаются, но наши дома не ветхие, наши дома прекрасного качества, у них износ там 30%. Не стану тут ничего резюмировать, выводы делайте сами, сказать хочется о другом сейчас. Вот вы знаете, я 18 лет в профессии, я работал в разных СМИ и в крайне оппозиционных, таких как канал RTVI, например, и в лояльных к власти, и в откровенно пропагандистских, но я действительно не могу вспомнить ни одного случая, когда там, в верхах, приняли бы хоть одно решение, которое пошло на пользу обычному гражданину, по поводу чего можно было бы сказать не стыдно, в данной ситуации выиграли все, я реально ничего такого не помню, сплошная показуха и лицемерия, иногда просто откровенные глупости. Мы ведь даже из празднования Дня Победы умудрились сделать какое-то шоу на показ, вваливаем миллиарды в проведение парадов, устроительство концертов и пошив георгиевских лент размером с улицу, а у самих ветераны бомжуют, ну, те полтора, которые еще пока живы. Все не хочу продолжать, деграданты и опущенцы, что тут еще добавишь? Ладно, это была реальная журналистика, и сегодня вот так. На моей страничке в Ютубе, ссылка на нее сверху, вы найдете больше грустного, но полезного, заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть чем подивиться, а поживиться в друзья, добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим, а я за всем спешу откланяться. Все, пока, пока. Ты что там читаешь? Ну вот смотри, написано сок, это когда 100%, если от 60%, то это напиток, а если 40%, то это нектар. А я тебе всегда говорила, водка, это нектар. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok